Вновь Каспер и вновь Адекват. И мы продолжаем с вами смотреть Дотку. Нынче у нас играют Na'Vi и интерактивные филиппинцы, которые Execration. Ну и, собственно, только что наши аналитики подробно разбирали, что вроде бы филиппинцы играть умеют, что они в дивизионе своем показали неплохие результаты, но не верят в то, что победить Na'Vi в принципе можно. Ну, как сказать, вот правильная была фраза, некрасиво, да? Вообще не болеть за эту команду. Я думаю, что какая-то доля болельщиков у них все-таки имеется, по крайней мере, у себя там на родине точно. Ну и будем глядеть, на что Na'Vi способны. И что я надеюсь, что стрельнут ребята просто. Приехали и стрельнут. Лицо только что такое было у одного из игроков, будто что это за игра? Вы точно эту запустили? Что там сейчас объясняет? Ну, да-да-да. Я не знаю, может какая-то ошибочка вылетела или еще что-то в этом духе. Ну, в общем, пикапаны у нас уже идут. И сейчас мы с вами будем, собственно, их смотреть, эти самые пикапаны. Поехали! Команда Na'Vi забирает Skyros Mage и Batrider. Тефолтные пики для Na'Vi. Очень часто играют через ковров мага. Через ковров мага Solo Meet они катают. Периодически в качестве суппорта его юзают. В общем-то здесь никаких неожиданностей нет. Batrider в принципе то же самое. Ну и отвечают филиппинцы пиком Oggarmaga и Tidehunter. Ну, Oggarmaga first pick у нас уже это было. Да-да-да, мы это тоже кучу раз обсуждали. Баф штука полезная, стан штука полезная. И следовательно будем естественно ожидать керри героя. Хотя у нас, помню, была игра, когда не было керри вообще. И последним пиком заехал Oggarmaga. Внезапно. Внезапно. У меня вот такой бомбежки не было очень долго. Но стан же есть. Главное, что стан есть. Стан есть, да, все нормально. 60 урона. 60 урона. Так, ну и что ж, продолжается у нас стадия банов. В бане у нас оказывается Terrorblade, Brewmaster и Viper. Что уже... Вот Viper всегда говорит о том, что, пацаны, у нас будет мощный милишник, скорее всего. Поэтому давайте ваш Viper посидит и покурит в сторонке. С другой целью его банить я, в принципе, не вижу смысла. Ну, даже, понимаешь, банится Viper и против любого, даже рейджевого керри. Он настолько противный, просто противный персонаж, что его хочется забанить. Да, а если речь идет вообще о какой-нибудь там спектре или думе, то это сразу крест-крест, череп-гроб. То есть Viper тут должен обязательно сидеть в бане, потому что этот герой одной кнопкой контрит ту же спектру целиком и полностью. Так, ну и продолжается у нас тут пико-банинье. И это Ancient Operation, который у нас уже играть не будет. Играть не будет у нас также Bane. И что, еще одного суппорта или все-таки... Ну, хотя что тут еще банить? Керри много, ну, разве что мидера какого-то неприятного. Оффлэйн-то уже у нас есть, это Бэтрайдер, скорее всего, будет. Ну да, ну, вот забанили как раз-таки суппорт. У них достаточно такая хорошая сейчас, хороший момент был. То есть они банят и сразу выбирают себе какого-то героя. Но, видимо, сразу не продумали, судя по тому, что у них такая пауза перед выбором третьего персонажа. Может, как раз в такие моменты возникает вопрос, кого банить, а кого пикать. Вот есть два героя, да, между которыми ты, не знаю, кого ты хочешь больше видеть у себя и какого ты вообще не хочешь видеть в этой игре. Так что такие тоже моменты бывают, но все равно сейчас ребята продолжают думать. И что еще хотелось отметить? Да, Шейкер все-таки в бане, видимо, предыдущая игра четко дала понять, что Шейкер не нужен. И мне там действительно зашел как надо. Я просто видел довольного Ноутейла после этой игры, он там прямо аж светился. Я почему-то так странно, я там посидел сейчас, посмотрел интернет, и нет до сих пор хайлайтов. Я думал, в первую же секунду после окончания игры сразу хайлайтик с его врывами. Да, 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 но там действительно напрашивается просто вот этот врыв в четверых там два раза подряд. Да, причем в начале он летел, мы еще так заметили, что вроде немного урона, типа продамажил, окей. А второй раз он уже фаталити провел, добил трех пацанов сразу же. Ну ладно, прошлая игра у нас уже в прошлом, а нынче у нас Shadow Demon у интерактивных филиппинцев. Самое распространенное решение, по-моему, против Бэтрайдера, то есть либо Бэйды, либо Shadow Demon на кого-то берешь, чтобы вот так вот спасаться. Да, еще у нас бывает иногда Винга, но Винга она такая чуть более ситуативная, наверное. Хотя тоже суппорт достаточно неплохой. Да, опять же для, скажем, какой-то роумящей составляющей, без по-неплохо Shadow Demon смотрится. Может быть там хоть Мирану, но даже был роумящей Огрмак. Роумящей Огрмак в соло был, то что Шот Демон еще в купе будет рядышком. Но сам по себе этот герой мне не особо нравится, если его берут просто так. Вот тут, да, тут у него есть конкретная цель, контрить Бэтрайдера или пытаться его контрить хоть как-то. Ну или с запасом еще, понимаешь, на четвертый пик, что там Мирану какую-то там, еще какие-то комбинации делать. Да, есть возможность того, что все-таки поставят там какой-нибудь керри или, ну я не знаю, в общем, героя, который будет под Shadow Demon более или менее качественно заходить. У нас появляется герокоптер от Na'Vi. Na'Vi тоже решили, видимо, зайти такими героями посолиднее. Проверенные герои, я бы так их назвал. Да, 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 без экспериментов. Ну и теперь уже за Execration. Вчера удалось мне понаблюдать за их тренировками, причем эти ребята порядка 7 часов не вставая сидели и катали пятером. То есть они играли там папочки с другими командами, которые здесь уже приехали, просто с кем-то катали, в общем, ну, чувствуется, что вот отстроили. Ну, я вот заметил, да, что у нас в прошлом сезоне корейцы приезжали, или в позапрошлом, которые тоже вот только-только игра закончилась у них, они пошли в зону тренировок, пошли и сидят, играют, 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 играют. Ну, блин, и у этого есть результат. Они приехали на International и кого отправили домой? Virtus.pro. Virtus.pro, да, то есть. И тем самым доказали, что вот все их тренировки, которые они проводили, это было не зря, да, они хоть какой-то результат, но показали. И для них, я уверен, это очень важный был момент. Потому что они там были вот самыми аутсайдерными аутсайдерами за все времена, да, за все International, наверное. Но, тем не менее, они всех удивили. Возможно, и здесь нас ожидает нечто подобное, так что я бы на месте Na'Vi особо булки не расслаблял. Всякое может быть. Черт их знает, приехали, ведь с ними как бы Na'Vi тоже не встречались, судя по всему. Я вот не смотрел, к сожалению, статистику, но вроде как матчей не было в онлайне. Я не думаю, что они могли друг с другом пересекаться, потому что совсем другой регион, да, и играть из дому неудобно, а на лане экзекрэйшн у нас, кажется, еще не были на выездном таком, на далеком. Ну и появляется у нас Рейс Кинг от интерактивных филиппинцев. Керри Рейс Кинг. Интересно. Ну тоже один из проверенных таких керри-героев, который и полезен вроде и поначалу бывает тоже, и с фармом достаточно серьезную опасность представляет противнику. Так что вариант рабочий. Да, ну и собственно вот Na'Vi сами забанили вайпера, который бы тут в теории мог бы вписаться. Во-первых, на роль подходит в мид его, допустим, поставить. Во-вторых, Керри Рейс Кинг. Здрасте. Меня зовут Вайпер, и он вопросы бы очень быстро решал. Но можно взять еще нечто подобное, чтобы можно было кайтить этого пацана. Обычно либо мансящий какой-то герой нужен, либо кайтящий. Ну остается у нас еще в принципе мансящий, кайтящий какой-то пак, если говорить про мид лейн, но... ВР-очка-то и может заехать. ВР-ка, кстати, кстати. Ну в теории, да, может быть. Ну вот против Рейс Кинга просто неплохо смотрится. Трэнтан забирают. Угу. Ну серьезная связка с упортом. Получается такая трэнд плюс кавер оф мейдж. Опять же, тут есть, во-первых, чем охранять своего керри героя, чем его нянчить, есть чем погангать, побегать, например. Ну и тут получается что? Получается, что у филиппинцев у них не хватает урона сносить вышки, а с трэн протектором вышки они вообще забирать не будут. Да, с другой стороны, есть отличная возможность для инициации с какой-то, да, типа Shadow Demon начинать. И, конечно же, очень много стана. Если мы посмотрим, контроля здесь хватает. Да, ну и у Na'Vi тоже есть небольшая задумка на OE. Все же корни плюс коллдаун герокоптера. Это тоже схема рабочая, правда, поглядим, как она будет работать конкретно в этом матче. Так, и последний бан. Да, там забанили Шторм Спирита как раз вот такого мансящего, как я и говорил, чтобы по рейстингу было сложно до него добраться. Так что Шторма тут уже не будет. И будет у нас кто в бане сейчас сидеть от Na'Vi. Ну, кого-то мидера нужно убирать, судя по всему. Ну, вот кого они не хотят здесь видеть больше всего. Даже не знаю. Ну, темпларка. Я вот хотел сказать, но, блин, тут все равно герокоптер, бэтрайдер, скаймак, которые эту темпларку, ну, в принципе, очень быстро сбивают ей и рефракшн, что скаймак ультой, что бэтрайдер напалм, что герокоптер ракетками. Мне здесь вот пак нравится в пике у Interactive Philippines, если он появится. Вот вроде как вписывается. Ну, в принципе, фиксирующий герой в компанию к Тайтхандеру, для того, чтобы Рейскинг наваливал с ручки, ну, возможно, возможно. Ну, и будет он уходить там от всяких, я не знаю, гангов. Ну, вот я просто чувствую, что этот герой в принципе здесь лишним не будет. Ну, ни для одной, ни для другой команды. Причем у Na'Vi это хорошо. Почему? Потому что Рейскинг станом не попадет, Тайтхантер реведжем тоже можно поворачиваться как-то. Ну, единственный угромаг с моментальным станом, ну, и то он пока там замахивается, ты все равно можешь что-то там подуспеть. Ну, и той, другой команде, судя по всему, осталось как раз-таки по мидеру набрать. И самое популярное, что там еще осталось помимо пака. Драгонайт какой-нибудь, возможно, заедет. Ну, да, может, Джакира еще какой-нибудь остался. Джакира, Соломит. Да, Виномансер, Соломит. Виномансер, Соломит, это все. Это самые любимые Виномансер. Кстати, Виномансер против Рейскинга неплохо, кстати. Вообще, Виномансер, да. И вот я хотел сказать тоже, что кайтить это штука полезная весьма. Акс, Соломит. Акс, Соломит. Оу, Нага Сирена у нас нарисовалась. И Драгонайт, ты был прав. Ну что ж, друзья, вот вам еще раз показывают команды перед тем, как игра начнется. Да, возможно, вы тут многих не знаете, но вот на жилетках как раз никнеймы написаны. Специально. Да, специально. Ну правильно, правильно, блин, в любом случае команда чуть ли не впервые выезжает куда-то за пределы Родины для того, чтобы посражаться. И напоролись на каких-то там Нави. Сейчас переедут катком. Раскатывают и все, знаменитость. Просто встаю, знаешь, так встряхнули жилеточку, да, встряхнули там пыль. Это свое имя так протер. Да, да, да. На камеру почетливее. И все, собственно, и поехал дальше катать. Ну что ж, друзья, начинается у нас потихонечку игра. Интерактивные филипинцы против Нави. Формат Best of One. И поехали. За филиппинцев у нас играет Джей на Нага Сирене, Фокс Рейс Кинг, Кимо на Огрмаге, Эмма Стоун Шадоу Демон, помню, как он там на Сенкинге любил поджигать, ну и Ив на Тайт Хантере. И Нави Хвост, естественно, на Герокоптере, Ван Скор, естественно, на Скарос Мейджи, Дэнди на своем любимом Драгонайте, ФНГ на Тренд Протекторе и на Бэтрайдере у нас будет играть Фаник. Ну вот последний пик, конечно, очень интересный. Вот Нага Сирена ласт пиком сегодня такой у нас уже Лайнс пытались изобразить, не очень хорошо получилось, но там конкретно против Наги был пик такой серьезный. Да, да, там и Тиммер со своей пилой с иллюзиями на ранних и средних стадиях игры хорошо разбирался. И, собственно, в принципе, быстрые герои, которые быстро смогли за основу болить. И в результате мы видели то, что там была одна Нага Сирена 25 тысяч нетворса, а там было три героя по 23 тысячи там нетворса, то есть. Ну такое же упущение, но вот в данной кредитной ситуации я бы не сказал, что у Наги прям как-то эту Нагу есть чем останавливать. Да, конечно, Флэкен, с одной стороны, хорошо против иллюзий, это вроде как работает, но опять же это все до поры до времени, потому что если шестислотовая Нага выходит, обычно с иллюзиями возникают проблемы. Конечно, все будет зависеть от того, насколько хорошо он фармит хвост. Но в целом, если там будет четыре там рапиры, дейдалус и тапок, то в принципе нормально он будет разбираться с иллюзиями. В противном случае могут быть проблемы. Так, ну вроде пока все спокойно, пока никто никого не убил здесь и полетел, полетел, полетел Фанник. По линиям, если посмотреть, мы, я думаю, уже можем смело сказать, что тут все дефолтно, что нет ничего необычного. Команды опять не стали экспериментировать. Я думаю, сейчас Нави прекрасно понимает, что важнейшей задачей будет в начале игры, это, конечно же, загангать Нагу, постараться хотя бы ей помешать фармить, потому что давать ей фрифар на линии не хочется. Но это одна из тех неприятных Наг, которые будут покупать с иллюзии, его обузить, то есть проблем с крипами у нее быть не может никак вообще. Да, в принципе, Драгонайт будет заниматься ровно тем же, но мне кажется, что у Драгонайта тут будет не так хорошо получаться, как у Наги. Нага-то еще будет периодически себе там иллюзии, например, дабл спаун сделать, может сделать на этих на маленьком споте. И потихоньку там подфармливать, то есть у Наги много опций. Драгонайт, он чем хорош? Хорош тем, что он плотный, тем, что он хорошо может пушить вышки. Плохо тем, что он весьма такой прямолинейный, что ли. У него есть одна схема действия. Да, он действительно нехитрый. Он просто идет и давит, идет и дерется. Порой это работает. У нас, помню, было время, когда Артизин на Драгонайте там зажигал. У него просто, он на базу вроде бы вообще ни разу за игру не сбегал. Он просто постоянно ходил и дрался. У него там, правда, на подкрепе, то ли вис был, то ли еще кто-то. Но суть как раз в том, что ДК был очень-очень боевой. Ну, зато он на нехитром Драгонайте играет хитрый Дэнзи. И он обязательно что-то продемонстрирует интересное. И это странно, вот в чем дело. Я постоянно говорю, что я не понимаю периодически вот этих Драгонайтов. Смотрите, с незатерлением Фанника я тебя перебиваю. Да-да-да, Фанника пытаются забрать и... At First Blood забирают Фанника, вот так вот. Хорошая игра от суппортов. Вот они, станы, вот он контроль на линии. Ты просто идешь и убиваешь. Повтори это слово, пожалуйста, станы. Потому что некоторые не в курсе, что это нормальная тема. Не будет тыкать пальцами. Не, вообще станы штука полезная, я слышал. Ну, First Blood. First Blood от Execration. По-моему, уже начало не получилось. Как бы не пошло дальше. Все хорошо. Смотрим, что будет происходить дальше. Ну, вообще, пока не видно 10 каких-то активных суппортов команды Na'Vi. То есть, вот здесь я вижу, бегает ФНГ. На топе у нас ковров маг находится. Но вдвоем они пока ничего не хотят придумывать. Там Фанник хотел руну забрать, но его опередил Огрмаг на хосте. И Фанник был вынужден сразу же взлетать от греха подальше. Важно сейчас под такой сноубол не попасться Фаннику, чтобы его нон-стоп так вот приходили и убивали. Ловить его есть чем. Действительно, два стана плюс Disruption это более чем достаточно для того, чтобы убить бетрайдера. Даже учитывая то, что там два милишника, они все равно за счет этих двух станов добегут. Ладно, опять же, не подставиться на рейндж от Disruption и все, проблем нет. Да, да, да. Если тебя зацепят там чем-то одним, это же не пак, он же вернуться толком не может. И могут быть серьезные траблы по итогу. Я теперь я не наблюдаю, как у нас Naga очень-очень-очень себя комфортно чувствует против Dragon Knight. То есть не стесняется, продамажит очень сильно Dendy. Dendy уже вынужден в который раз везти баттл свой. Ну и по крипам, кстати, бетрайдерировать. А Naga занимается ровно тем, чем мы и говорили. Правда, Naga решила не вот этим заниматься, а вот этим местом заниматься. Что тоже, в принципе, правильно. А то у нас на топе, да, забирают Тайтхантера. Сатир пытался застилить, но чуть-чуть не хватило. И все-таки первый фраг для Na'Vi тоже есть. Пока-то свои трипл-линии отыгрывают ребята хорошо. То есть на нижней линии втроем сделали фраг, и на топе тоже сделали Na'Vi ответный фраг. Так что здесь претензий к саппорту быть не может никаких абсолютно. Да, тут могут быть претензии к оффлейнерам, но я посмотрел, что у одного и у другого ситуация одинаковая, так что особо ворчать не на кого. Да, вот как раз-таки Фанник убедился в том, что он на линии делать абсолютно нечего, очень страшно там стоять. Ну и тут, слушай, у него все прям супер хорошо. Он сейчас тут такое количество бабулесов вывезет. Да, так и есть. Да, и уровень тоже хорошо опнул. Ну, все же игра у нас пока развивается пассивненько, просто все пытаются подфармить как можно больше, со всех возможных мест вынести максимум денег. Это в принципе и понятно, потому что для ранней игры тот же Огрмак не особо хорошо подходит. Там две обилки и мало дэмэджа. Огрмак нехорошо подходит. Вспоминаем предыдущую игру Йол. Да, Йол там вообще отлично катал. Йол просто ходил, наводил такой лютый шорох. Но это тоже в теории, конечно, может. Ну, поглядим, как будет бегать или не будет бегать. Это уже его сугубо личное дело. Ну и Рейскинг внизу. Стоит, фармит, его никто не обижает. Могут быть проблемы потом с этим Рейскингом. Ну, просто кому этот вот фарм такой стоячий на руку, то есть кому лучше сейчас позволить противнику фармить или может быть самим лучше вдаваться в убийство крипов? Ну, там вот есть Нага и там есть Рейскинг. Смотри, выходят в мидл, нападают на Дейди. Мой Сулкетчер мимо! Ай-яй-яй-яй-яй, не повезло. Какой он жирный, да посмотри. Ему реально сотню ХП снесло, учитывая то, что он там... И вот три героя пытались побить. Вот Дэнди, хорошо, щитом по лицу ударил. Подлетает у нас Фаник. У Фаника нечем поймать больше. Дэнди подгорает. Дэнди горит. Дэнди залетает в станды. Дэнди, возможно, даже сейчас загулял немножко. Продолжает нога бить. Дэнди ливи на армор очень вовремя. И Дэнди бежать. Ботлом отпивается и забирает его Джей. Перебаковал Дэнди. Просто перебаковал. Сейчас у нас кто-то потягивается в мидлейн. Очень поздно сюда идет ФНГ. Ничем помочь уже не может. Только где-то два. Один пользу экзакрация. Да, возможно, если бы ливи на армор было кинуть чуть пораньше, когда Дэнди не так сильно избивали, когда вот он там гнался за кем-то, то, может, больше ХП бы отрегенил. Бла-бла-бла-бла-бла. То есть, может быть, сейчас чуть больше ХП осталось. В любом случае, это неоправданное было от него действие. То есть, когда он развернулся и пошел давать стан свой, без поддержки суппортов, явно нам того не стоило. Наказали. Да, наказали. Самое интересное это то, что при всей недооцененности филиппинского коллектива, они наказывают за ошибки. Это очень приятно видеть, то, что команда сосредоточенно играет, старается не отпускать подобные моменты. Да вообще, даже с первых минут они не замыкаются в себя, не играют достаточно открытую такую доту. Да, стоят все спокойненько. Как любая другая, в принципе, команда, начинают более-менее ровненько. Стабилизировалась ситуация на карте пока. Нага занимается тем, чем занималась раньше. Да, там слышно, как кричат люди. Что это им кричат? Но на сцене нет, это они кричат на сцене. Это интерактивные филиппинцы. Не слишком интерактивные? Слишком активные. То есть смотри, заходят, опять Санчик залетает по Дэнди, в Disruption закидывает второго игрока команды Navi, тут встреет хвост, хвост откидывает кулдаун, сразу же сам ловит стан. Тайт Хантер, у Тайт Хантера чуть-чуть не хватает, Тайду Линду тут проблемы, также Огрмага, Огрмага забирает, погибнет ли хвост, хвост умирает! А здесь реинкарнация. А здесь реинкарнация. Ну, пока не хочет вроде бы Фокс быковать, но тем не менее, забрали хвоста, потеряли Огрмага. Это отличный размен. Не хватило, ты посмотри, сколько экспы не хватило. Да, да. Это реинкарнация, это реинкарнация. Это реинкарнация мог очень сильно зарешать. Конечно, там бы сейчас строй, скорее всего, в Тайвернику Рилла у Navi, если бы у Тайдухи был реинкарнация к тому моменту. Но с другой стороны, это вот такой мув от Execration, это опять же пространство для Наги, которое фармит и не получает гангов в ответ, например. То, чем занимает свою команду, это сейчас очень-очень правильные мувы. Ну вот, а Нага, смотри, Нага решила сыграть через более стабильный билд, это тоже, скорее всего, будет та самая Нага, только у нее впервые чуть появляются барабаны, и становится герой. Да, чуть больше маны, чуть больше хп, чуть больше всего. Ну, тут кто-то выбирает. Некоторые через Аквиллу, потом собирает себе крутой артефакт, некоторые в Драм оф Энджеранс. Ну, главное, что... Некоторые и Аквиллу, и в Драм оф Энджеранс. Ну, вот это уже лишнее, по-моему. Это перебор, я тоже считаю, в некоторой степени это действительно перебором, потому что слишком много денег уходит в статы, которые зачастую на Наге не реализуются. То есть, если тебя идут убивать, тебя обычно убивают. В любом случае, да. Если ты там где-то решил подраться, то да, тогда пригодится. Но Нага редко дерется на начальной стадии игры, только если уже ей пришли лицо бить. Главное, чтобы хватило у тебя хп, пока тебя фокусят на сон. Да. То есть, если на слип хватило, то ты умничка. Ну, в этом плане как раз таки Драм оф Энджерс там может быть немножечко даже и получше выглядит, нежели Рейнг Факвила. Все-таки хп побольше. Да, ну да, статов чуть побольше. Так, и что? Опять у нас небольшое затишье. Продолжает формировать у нас хвост. Ну и Фокс тоже снизу у нас фармит на рейтинге. ПТшечка у него уже есть. Фарм, в принципе, идет. Весьма неплохо получилось. Да, ну и что тут у нас еще? Ну, Джей пошел. Пошел заниматься своими нажьими делами. И у нас колдаун. Такой очень интересный хвост. И, по-моему, слишком рано он сейчас взял, просто-напросто испугал Эва. Да, и что? Нави, видимо, решили пойти заврать вышку. Да, конечно, такое большое количество героев на линии должно подразумевать именно это. Ну, реализует Драгонайт, точнее его форму. Ну, в принципе, правильно. Как только она появилась, Дэнди сразу смещается на линию и сносит Тауэр. Ну, пошел Глиф. На нижней линии разменять не могут никак, потому что урона просто слишком мало. Я смотрю, умер Бутрайдер, но у него денег... Короче. Фаник. Что? Что? А, killed by Neutral Crips. Я понял. Ну... Я не знаю, что произошло, но у него не хватает на то самое. Вот именно. Вот это самое интересное. Это самое интересное. Ладно. У нас идет нападение. Дэнди опять вытанковывает очень много дамаги. Конечно, с магией его тут нормально пробивают, но ручкой его ковыряли достаточно хиленько. Смотри, что мы видим, Джейн. Вообще какой-то бешеный. Да, нага очень агрессивная, но и не будем забывать, что у наги все же имеется то самое. Я имею ввиду сон, который она еще ни разу не тратила за эту игру. Экономит пока способность. Тут видит ФНГ. Сайленс. Ванскор. Тут, мне кажется, чуть-чуть-чуть поспешил. Слип. Дальше. Опа-опа-опа-опа. И ревы сейчас будет. Опа. Отжимается. Пошла Равага. Ловит двоих. ФНГ и Ванскор в трию. Попадает также по троим. ФНГ под Ливен Армором пытается поджить. Не получается. Мне получается. Флэг очень больно наваливает. Но нага пока что жива. Там забирают шату демона. Забирают тем временем еще и Рейс Кинга. Нага продолжается гоняться за... Ой, за Ванскором. За хвостом. Но нага убегает, наверное. Да. Бежит ли Тайт Хантер. Здесь уже пятый стак от Фаника. Идет до конца Фаник. Ну, Гермак так подошел. Темнул Тайт Хантера. Сказал, я тебя не брошу, чувак. И дает стан Фаника. Фаник, правда, там уже седьмой стак кинул. Слушай, Фаник сейчас бочкой просто... Ай! Да ладно! Там Kraken Shell сработал! Это просто жесть. Там просто сработал Kraken Shell и слетели все эти стаки, которые закидывал Фаник. Возможно, стоило как раз на седьмом бочку закидывать. Сразу, да. Не ждать. Ну, может, и урона бы не хватило. Ну, хотел наверняка сыграть Фанику. Да, там 75 демэджа с бочки. А там у Тайт Хантера нормально было здоровиться. Так что, скорее всего, все равно не добил. Ну, в любом случае, драка так прошла весьма ровненько. То есть, Na'Vi, хотя и потеряли двоих очень быстро, но в итоге пришел Dendy и возместил ущерб своей команде. Ну, и Dendy вот идет дальше пушить вышечку. Но он понимает, что чем раньше плюнет, тем лучше. Тут у нас уже пошли иллюзии отпушивать. И иллюзии вроде как даже получается. Да, Dendy у нас тоже решил сыграть через Браманчики. Да, ну, 10 минут игры у нас уже практически позади. Можно посмотреть графики, какие-то промежуточные итоги подвести. Ну, вот, есть небольшое преимущество. Опять же, очень-очень-очень небольшое. Преимущество, скажем так, в один замес. Да, вот этот один замес как раз сейчас на графиках у нас и отображается. Тут вообще круто, там на сцене такой гипиш, друзья, если вы это слышите. Ой-ой-ой, Фаник попал под ульт Шадоу Демона, но дальше его не стали эти гнать. Use a Glee Fortification. Дабры не хотят отдавать у нас экзакрэйшн и отгоняют. Отгоняют противника. В это время фармит Фокс на нижней линии. Да, и Фокс уже себе нафармил. Первый, наверное, нужный айтем для этого героя, потому что мы знаем, как часто у Рейскинга возникают проблемы с правильной позицией во время боя. Потому что надо дойти до этой правильной позиции. Так что тут все весьма интересно. Ну, нормально себя чувствует Рейскинг. Ну, вообще, вот такой айтем билд, скажем, подразумевает достаточно активную игру от Interactive Philippines. Я еще помню, в свое время был интересен другой айтем, тоже схожий по функционалу. В папочках часто можно было встретить. Ну, ладно, 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 потом уже расскажем. Это сейчас начнется. Так, у нас опять подходит хвост. Очень любопытно видеть двух игроков Na'Vi на основных героях. Вот в таком агрессивном месте. И отлично подсейвил только что Шаду Демон свою Нага Сирену. Хороший залетает ревейдж. Хвост, у вас там могут быть проблемы. Нага, Нага, Нага живая, а хвост нет. Нага ушла. И очередная драка начинается неплохо для Interactive Philippines. А куда Фанни-то идет? Ой, очень-очень сильно рисковал. Здесь могли его тоже зацепить. Но на Даггере смотался. Да, в итоге попытка опять же убить Нагу. Она не увенчалась успехом. Более того, потеряли своего керри-героя. И Execration в этом плане молодцы. Ну и можно реализовать, скажем, вот этот вот выигрыш в замесе путем сноса тавра. Чем они, в принципе, и занимаются. А, там Фанник отбрасывает. О, как хорошо поймали Фанника. Ну неужели получится его здесь забрать? Так, Living Armor. И Фанник улетает. Дэмэджа больше не хватает. Но приходит Дэнди сюда в ответ под формой. Джей останет! Джей! Да, и Даня, скорее всего, здесь выживет. Да, просто не хватает урона для того, чтобы его здесь добрать. Вышка также у нас остается цела. И посмотри, какие проблемы у игроков. До конца Black Cannon и Дэнди идет. Вот надо кого-то ставить в бокс. Нету маны просто у Дэнди. Да, его еще там и подостановили немножко. Ванскор взлетел. Но у Ванскора... Хотя у Ванскора есть стики. Да, вот он их прожимает. И вроде как на Mystic Flare теперь можно было закинуть в кого-то. Но нет. Все уже успели разбегаться. И Na'Vi вновь успешно проводят для себя... Даже замесом нельзя назвать. Контратами зашли слишком далеко, скажем так. Их, ну вот, действительно, на контратаке поймали Na'Vi. Ну, самое плохое в данной ситуации то, что Naga умирала, конечно. Это огромнейший-огромнейший минус. Я и хотел сказать. Потому что Дэнди очень четко прочувствовал момент, когда можно было подойти к этой обнаглевшей Наге. Да, и закинуть в нее там станчик, пару плюх. Брэйсфайр. И, собственно, Naga была потрачена. Потрачена. Ну и вот... Видим, что особо денег не прибавляется теперь у Наги. Уже не по Нетворсу не возглавляет эту табличку. Достаточно сложно. И Фанник врывается. Хватает Иринин Кайма. Хорошо, через Mystic Flare пытались забрать, но есть слип. И вот она жирность Огрмага. Огрмаг здесь выживает. Но будет ли атака на развороте сейчас? Но там же нет Рэвиджа. В Рэвидже нет. Но там Фанник, например, уже Лассо потратил. Поэтому его убивают. И халпать его никто не стал. Да, да, да. А правильно. А что... Ну как помогать? Посмотри на магову Скайросмага. Ну тут тренд вот смотрите стоит. То есть у него есть оверграуп. Почему бы не прийти и не помочь? Ну все равно, у Скаймага 50 маны. Он вообще ни на что не способен. Больше там рядышком никого по сути и не было. Да, был тренд протектор, но опять же он скорее как помогающий героя убивать, а не главный убиватор. В очередной раз Na'Vi нападает сами и теряет своего тиммейта. Такое мы уже сбили. Так, да, подходит Дэнди, отбрасывает пока Брисфайр. Ливинармар, Глиф, ФНГ. Привязал Тайдуху, но мне кажется это не самый лучший вариант. Тайд успевает прокастовать реведж. Тут Хвост заходит с БКБ. Хвост начинает расстреливать. Но реведж по сути шел почти в никуда. То есть урона мало получила команда Na'Vi. Они там почти все хуловые и Фокса в результате просто убивают. Фанник идет дальше. У него Лассо, правда, нет. Он хочет догнать этого Шаду Демона, битого. Прыгнуть и Флэймбрейк какой-то дать. А вот он пошел, бочечка! А где Disruption? У тебя же была мана. Куда же мог спрятаться? Не ожидал, видимо, просто. Ну, просто спрятался бы он Disruption. За это время подлетел бы Фанник и с руки вывод обьел. Мало ли что. Но не сделать ничего это все равно плохой вариант. Да, согласен, согласен. Ну, более-менее сравниваем сейчас с Na'Vi. И Хвост реализовывается по БКБ, которое только-только было куплено. Сразу зарабатывает себе денег. Ну и замесы теперь уже идут под тут, скажем так, Na'Vi. Ну, сейчас уже, да, сейчас уже Na'Vi начинает и по деньгам, действительно. Продолжают идти вперед. И на графиках это тоже хорошо видно, что вроде бы так с потугами, да, с некоторой периодичностью. Но, тем не менее, графики сползают, и сползают, и сползают. По отношению к интерактивным филиппинцам. И приходит Огрмаг, неудачно подставляется под Саленс. Опять в флеймбреке пошли. Фанник залетает прямо по таверде минус один. И Фоксом можно сдать. Нет у него реинкарнации. Первый стак не отпустил. Ну, только что погибал, да. Поэтому, скорее всего, и второй раз он должен здесь погибать. Да, пошла семечка. Хорошее замедление. И с фланга подходит Дэнди. Не надо тп сюда делать только Эва. Уходи. Даблкил от фаника. Ну, ты знаешь, вот пытаются, такое ощущение, что экзекрейшн создать такое пространство для фарма своей Наги, но в результате получается просто фид. То есть, Нага и так вроде фармит, а идти против пятерых вдвоем куда-то, ну, это не самое крутое решение. Да, главное не нафидить, когда за тебя играет Нага или там тинкер в былые времена. То есть, если ты не отфидил противника, то тинкер будет, естественно, там или Нага больше фармить, чем, собственно, этот противник. Но порой команды слишком слабы для того, чтобы драться четыре в пять. И если как раз противник Наги хочет закончить игру по быстрее, то он вынуждает драться. Либо вы теряете вышки. Много вышек. Да, этими таверами сейчас краски будут заниматься Нави. В частности, снизу Дэнди. У него откатилась уже форма. Попытается ли он сейчас два тавра забрать? В принципе, они могут себе это позволить. Они нон-стоп убивали противника. Последние два замеса были за Нави. И даже в моральном плане у них есть преимущество на данную минуту. Так, и... да-да-да-да-да. Я вот смотрю сейчас на Рейскингай и понимаю, что пока что на роль керри он, ну, немного не дотягивает. У него нет вот этой убийственной мощи. Урона маловато, да. Скиллы еще не до конца те же прокачаны, те же криты, да. Чтобы вот дать один крит и на Верочку. И прям всех поубивать. Ну, он свой выбор сделал. То есть, когда у него был вариант что-то купить, он купил не Мидас, чтобы поднимать свою там, скажем, мощь, да. Он выбрал даггер. И вот сейчас с этим даггером вот так вот нужно вырываться. Пытается атаковать Дэнди. Хороший оверграу от ФНГ. Эй, залетает Мистик Флэр. Мы порадовались с Рапшем. Да, тут опять же спрятали у нас Угромага ненадолго. Угромаг успел даже откинуть горелочку. Дэнди тут, скорее всего, даже будет погибать. Хотя, какой же плотный этот Угромаг. Ты посмотри, ну, все-таки. Ой, Угромаг Драгон Найт. Заканчивается у нас ДК. Ванскор тут будет ли заканчиваться? Там Сайленс пока на Фоксе. И да, это минус Ванскор. Ну и что? Ой, тут там еще и... Ага, ну понятно. Да-да-да, тут все очень интересно. Очень-очень интересно. Тут прям все совсем интересно, слушайте. Да ладно. Сейчас мы запутаем команду. Сидят, подслушают, а мы не говорим, что же тут интересно. И они не знают, они путаются. Не надо так. Не надо так. Где интересно? Где интересно? Покажите. Да, и сразу начинает бегать, суетиться. Помню еще... Ладно. Все, забей. В итоге, короче, Экзаклейшн Даку выиграли. Убили Дэнди, убили они Японскора. Посмотри, какой этот Шаду Демон страшный под Бладластом. Где он? Покажите. Он просто постепенно сейчас сдувается, но как только на него кинули этот Бладласт, он был... Я не знаю, его реально можно было с Брудой перепутать. Фиолетовый город. Правда, Бруда такая на дебах, но ладно. Так, Дэнди видел, видел Джея, за ним сейчас гонится, понимает, что Нагу нужно, конечно, сливать. Это отличная цель. Хоббинг салстается. Адаку эракета пошла и продолжает здесь добивать Джея. Джея не успел прожать сон! И ревать от ЭВ! И ревать от ЭВ! Спасти Джея! Нет, спасти этого Джея не получилось. И погибает тут и Джей, и Ив, и Кимо. А тут тоже сейчас погибнет. Остается у нас здесь, кажется, только Эмо Стоун, за которым уже выехали. Ты знаешь, насколько вот сейчас Эмо Стоун ошибся очень сильно? То есть, когда он мог Нагу спрятать, он спрятал вместо Нагу хвоста. И в итоге... Может мисклик... Ну там рядом находились. Скорее всего, это был мисклик, но в итоге минус 3, конечно, очень обидно. Так можно было Нагу спасти, и Нага там слип. Возможно, и выживали бы. Да, Наге там нужна была буквально доля секунды для того, чтобы запеть. Тут у нас проблемы у Шаду Демона. Он, конечно же, себя спрятал, но ненадолго. Конвейер такой своеобразный пошел. Джея оставляется только Фокс, который в шоке, наверное. Я говорю, ребят, фармил топ. Где вы все? А все в таверне. Пацаны, идемте поддеремся. Ну не. Такие, знаешь, типа, тихо-тихо-тихо-тихо, не говорите. Морозимся, морозимся. Ну, морозимся, чтобы мы уже подрались. Да-да. Ну, теперь Фокс приходит. Ну, обычно так у меня в папчиках бывает. А, нормальная ситуация, да. Да, я просто смотрю на этого Драгонайта, это реально какая-то неудержимая машина. Вот, когда его начинают фокусить, единственный вариант это как-то быстренько магией его запилить. Но магии у интерактивных филиппинцев не так много. Она, конечно, есть, но я к тому, что нюков маловато, чтобы пробивать. На самом деле, просто дэмэджа много не вносит. Бить с руки надо, но как ты будешь бить с руки Драгонайт, у которого брони, сколько там у него уже? 20. Или Вингармор сверху вешается. Но ты бей, не бей его, ну толку немного. Плюс еще БКБ он себе будет уфармливать всем скоро. Да-да-да. Тяжеловато. Будет действительно проблемно. Но тут у нас, мы видим, что происходит у Джея. Хватит ли этого? Или будет у нас сегодня второе поражение нагии? Это будет сенсация какая-то просто. Нага проиграла дважды. Дважды? Нага. Я просто не знаю, насколько силен Джей на Нага-сирене. Вроде нормально все делает. Шмотки знает, какие собирать надо. В смысле, заходил, смотрел, как пацаны играли до этого точно. Ну и, в принципе, с фармом у него вроде проблем нет. Несмотря на такие трудные будни, у него нетворс близкий к топовому на карте. Ну, вообще, умеет ли человек играть на наге, это показывается уже после получения радианса и тревелов. То есть, какой-то контроль, микро, макро, там, все эти вещи. Посмотрим. Да, согласен. Нави забрали у нас с Рошана, Егис достается геро-коптеру. И вот такой вот артефакт покупает себе Рейс Кинг. Ну и Фанник там тоже нас решил немножко поудивлять. Хотя, не особо-то и удивительный, это айтем. Нормальный, да. Скажем. Может, последовательность немножечко странная, но так, нормально. Так, что там у нас у Сашкевича? У Сашкевича уже урон на хорошем уровне. Уже Шадоу Демон будет сильно страдать. Уже и Огрмагу будет нормально доставаться. Конечно, по-прежнему остается жирный Тайтхантер и жирный Рейс Кинг. Ну, хотя Рейс Кинг по жирности, на самом деле, Огрмагу, наверное, уступает. Потому что у Огра брони в разы больше. Ну да. У нас пока Фанник летает, крипов отфармливает. Ну, это, скажем так, серьезная машина для убийств против той же самой Наги, которая, ну, понимаем, да, что будет она покупать себе Радианс. Но это, опять же, голый Радианс, то есть иллюзии не сильные. И Хвост, вот сейчас показал всем свой Демонедж, соберет себе МКБ и Нагу не простит. Здесь, конечно, как-то нужно выкручиваться, что-то нужно делать. Вообще, вот я был сторонник того, чтобы все-таки Фокус покупал себе Мидас. Но нужен будет еще дополнительный герой, который будет драться, который будет носить демедж, пока один Майл Штром с Даггером, ну, не так уверенно смотрится. Да, согласен, если бы у него был Недворс хотя бы там на уровне с Нагой. Ну, ладно, про уровень с Нагой мы поговорим попозже. Тут опять поймались Na'Vi, но где? Ну, это просто какой-то странный сон был, на самом деле. Я тоже немного этого не понял, ну да ладно. Может быть, надеялся на то, что сейчас БКБшки прожмут как-то неоправданно Na'Vi? Хороший маневр. В итоге не получилось, сейчас без слипа находится экзекрэйшн, знает об этом Na'Vi, просто в наглую сносит три тавер. На 23-й минуте заход на хайграунд. Так, вот, пошло первое БКБ, нападает на Фокса. У Фокса там, естественно, все есть. Фокс реинкарнируется сейчас. Ну и мы ждем. Да, ждем вот этого пацана, который сейчас тоже ждет до последнего. Но дождался он до последнего, в результате Фокса убили. Уже во второй раз, его уже не будет здесь. Правда, погибает у нас Фанник, минус Аэгис. Дэнди. Дэнди получится ли дальше забреть? Нет. Дэнди у нас выживает. 450 кп. Там у этого товарища Джей! Минус! Ну и хвост пошел все в разнос, конечно. Адриспавнился после Аэгиса. Это минус два. Ну, таблкил пока. Суммарно минус четыре они сделали в итоге. Да, и тут Огурмаг пока откидывается игнайтами, но это не то заклинание, которое может сейчас отпушить подобную силу. Ой, байбэк от Наги. Ну и что, отступают? Ну так они все сделали. Т3 тавер упал. Ну, параки, понятное дело, не снесли, но зато развели на байбэк Нагу, плюс сделали парочку хороших минусов. В общем, все пришло к тому, что Нави очень много денег заработали. Я смотрю на эти графики, и я понимаю, что тут шансов в экзакрешен остается все меньше и меньше. Да, тут идет просто тотальный оверфарм. Но вот ситуация напоминает примерно ситуацию матча Team Tinker против Альянс, когда тоже была мощная Нага, когда просто команда противника там уж слишком сильно за сноубболила. Тут у нас просто умер Скаймак от Нага Сирены, от иллюзий. Норм? Бывает, бывает. Там Тереним также помирает Фокс. Тоже просто. Фаник плюс Денти, плюс Хост. Разорвали. Да, ну и минус-то главушечка. Так, Фаник Тереним видит, видит, видит цель. Аккуратненько. И видит ли он препятствие, начнем с этого. Он, видимо, увидел. Или не увидел. Как-то странно так летает. Слушай, слушай, там какой-то план перехват готовится. Да, тут план перехват, поймали ему Стоун. Надо бы подстанец как-то Денти не скрывает. И бедняжки, да, бедняжки сейчас тут быстренько эти щупальца поотрывают. На помощь, понятно, сделать к суппорту никто не придет. Да и Рэвидж в пулдауне Тайтхантера. Ну и Нави благополучно заходят сносить бараки. Так, ну и должны они забирать сейчас в сторону. Да, уверенно забирают, понимают, что два игрока находятся в таверне, что им точно никто мешать не будет. И поэтому начинают именно с вот этого здания. Ага. Ну и просто смотри, Фаник наглую на базе у противника делает тупаут. Ну теперь можно отступить. Чтоб не наглеть, можно наглеть и пойти по нижней линии, например. Просто этот барак со своими 140 хп, он такой манящий. Манящий, да. Так, вот, БКБшечку поражал. Развели на БКБ. Угу. Ну и все, тупаут. Ну все все правильно. Слип прошел, но куда этот слип? Да, хвост БКБ уходит. И вот тут все-таки поймали одного, но не поймали в итоге. Обиженного не было. Да, в результате что у нас получается? В результате получается то, что нага-сирена, если бы подошла чуть поближе, возможно бы сеточкой и смогла законтрить хвоста. Но хвост был далековато вроде бы. Вообще как-то не очень уверенная, скажем, игра от наги. То есть два слипа вот этих вот, не совсем понятных куда. Ну от наги ли это не уверенная игра? Потому что, может быть, команда просто не особо хочет поддерживать. Нага говорит, все, погнали. А команда типа... Что? Что происходит, да. Ну примерно так же, как Рейс Кинг, когда говорил, идем подеремся. Примерно такая же ситуация. Так, у нас тут... Здрасте. Просто два суппорта поймала нага-сирена. Ой, талантис Рапшнич на последних хп, а Эмма Стон пытается спасти своего тиммейта. Нет. Нет, талант скоро может даже погибать, но погибать с чувством выполненного долга целиком и полностью. Потому что у наги с момента появления радианса уже прошло очень много времени и артефактов не прибавилось. И она уже, посмотри, где по Нетворсу сидит. Она, конечно, возглавляет свою команду по Нетворсу. Но этого мало. Этого мало, понятное дело. Ну ладно, там хотя бы нага была впереди даже противников, но... А здесь и того меньше. Да, именно так. Ну сейчас там Дэнди, не знаю, докупить себе тоже какую-нибудь... Какую-нибудь Кераску, какой-нибудь там Кристалис или... Я не знаю, ну для Армилета уже поздно, как по мне. И все, можно идти пью-пью-пью-пью. Там Герокоптер сейчас пью-пью-пью делает лютое. Очень жутко. Да, потому что... Еще смотри, какого хорошего Сумона он нашел себе. Деньжищ у него много. Да, Сумон, кстати, тоже качественный. Ну, посмотри, у него 300 урона с руки. И все это под ОЕ. И это очень больно. Да. Я смотрю на этих всех бедных Шадоу Демонов и Огр Магов. Нет, все равно. Огр Маг, 1200 хп, не так много. Вот же дилемма, кого прятать, да? Когда Флэкенами залетает хвост. Хп одинаково быстро кончается у всех твоих тиммейтов. Да-да-да. Либо себя, либо своего... Спасать непонятно. Так, ну... Что у нас? Будет заход снизу? Ну да, просто наглый Дэнди заходит на хайграунд. Там Фаник прыгнул, вытащил ему стон, чтобы тот как раз никого не прятал. Чтобы у него не было дилеммы. Дилеммы теперь действительно нету. Да, и 35 секунд еще просидит в таверне у нас этот товарищ. А тут уже крипы подходят. И... Альфач Волк стоит сзади. Добавляет урончик. Полетели, тем временем, ракетки и все такое. Ну и здание буду сейчас терять. Наверное, так нападают на Фокса. Фокс пока жив, но не будем забывать, что его могут так же легко во второй раз убить. Ну вот сейчас единственная возможность хорошо подраться ребятам из экзакрэйшн. Но в итоге слип только для того, чтобы спасти Фокса от смерти. Ну и... Ну все, теперь как врываться Эвол? С чем врываться? Ну вот смотри, опять цепляет Фокса. Пошел реведж, но там уже хвост расстреливает. Хвост просто расстреливает на своем гирокоптере. Идет. Идет. Мистик Флэйр в никуда. Дисрапшн вроде бы есть. Эмма пытается спасти Даун. Свою ультимейт Фанника, но... Нет, нет, нет. Тут уже никак. Кажется, это уже все, да. Ну что ж, пока еще ГГ не пишут у нас экзакрэйшн. Но до момента написания, мне кажется, осталось совсем немного. Потому что вторую сторону они уже теряют. И слишком сильна доминация на Тусвинцеры. Да, еще и Бэтрайдер прыгает за Кимо. Увозит его. И остается одна Нага. Нага 4 минус 2 стороны. Да, Нага, которая на первом месте в своей команде. Но в общем зачете на четвертом только. Там посмотри просто Нетворц у хвоста. Он реально на полтора слота впереди. Вот у него просто там МКБ доминатор. Это вот бонусные по сравнению с Нагой Сиреной. Так еще и денег в запаке сколько? Да, денег у него тоже много. Половина серьезного артефакта тоже есть. Да, судя по всему игра закончится у нас только когда будут мега-крипы или Сенсион Трон. Потому что пока игра продолжается. Ну, ждать тут недолго осталось. Тут сейчас просто позиционно будут зажаты экзакрэйшн и интерактивные филиппинцы сейчас просто не выйдут с базы. Они будут стоять, ждать пока Нави созреют и придут доносить по третьему направлению их. Да, но Нага на такой степени не дофармила, чтобы спокойно держать две линии, например, в соло. Еще пытаться как-то самой пушить. Слабенькие иллюзии. Да, монтостайла нет, чтобы дополнительные иллюзии какие-то отправлять по линии. Поэтому все очень сложно. Ну, Нави тоже особо заморачиваться не стали. Ну, зачем что-то ждать, зачем что-то выфармливать. Собираются вместе по топ-линии и пошли к победе. Наверное. Не, ну еще один замес, конечно, мы посмотрим. Какой-нибудь качественный замес Экскрэйшн должны будут продемонстрировать. Да, конечно. Смотрю, сейчас хвост уже себе доталил наконец-то Таник. И с вышечкой расправляется. Гирокоптер вместе с Дэнди. Ты фанни, какие артефакты себя выфармливают, смотри. Запакован Тони. Ой-ой-ой-ой-ой. Он обузит мувспид, я знаю. Кстати, интересно. У него сейчас... А где Мом? Посмотри, у него сейчас 498 мувспида вообще просто... Ой-ой-ой, да ладно, он уже прыгнул, уже успел вытащить Фокса. И... Фокса фокусят. Но тут слип пошел. Ракета пошла. Обидная, обидная ракетка. Да ладно, подсейвил, все нормально. И БКБшка от хвоста. Пошел по ФКНМ расстреливать. Все от него, правда, убежали. Ну, вообще, да, если что, то тут база горит. Это проблема. Всегда так, когда все хорошо идет, то у тебя база горит. Что это вообще? У тебя все нормально, но тут вдруг герои решили выйти подраться, да? Так, Тайдуха влетает. Дает хороший, кстати, рэвидж. Попал он там по четверым. Правда, БКБ у нас был. Ну, только Дэнди вроде бы был БКБ. Но Нага, посмотри, она просто бессильна. Она пытается, конечно, драться. Иллюзии вроде бы горят. Но, мне кажется, слишком мало, да. Слишком мало. Хотя там двойной мультикласс по Дэндику. Дэндик уходит. 200 хп. Батлом отбивается. Ну, немножко дэмэджа не хватило, кстати. Вот так посмотреть по здоровье команды Na'Vi у трех героев. Немножко не добили. Чуть-чуть, да. Да, но зато тут сейчас, наверное, добьют третью сторону. И это будут мега-крипы. И тут уже шансы сводятся к нулю. Да. Ну, начали экзаквешен хорошо. 2-0. Не, вообще, да, нормально было все. Опять же, тут моменты, пока Na'Vi не выиграли там пару замесов. Ну, это понятно. Это же Na'Vi. Na'Vi. Возможно, ребятам из интерактивных Филиппин стоит просто немножко набрать опыта. GGWP. Ну что ж, поблагодарим команду Execration за хороший матч, за то, что они достойно сопротивлялись. Хороший старт. В принципе, первая игра, она, понятное дело, что может быть не на полную силу, но... Да, да, конечно. И... Ну, Na'Vi вроде как разогрелись, вроде бы пораскликивались, посмотрели, что кнопки нажимаются так же, что вроде бы можно побеждать, да ничего не изменилось. Патч новый не вышел, как-то обычно бывает Valve во время турнира. Там перед финалом давайте-ка проапгрейдим дотку. Да, ну и вот, собственно, у нас идут послеигровые рукопожатия. Ну, Execration вроде как уходить никуда не надо, и у них будет сейчас следующая игра сразу, если я не ошибаюсь. Ну, кажется, да. О, ну, кстати, мы такие, смотри, сидим. Да, мы сидим. Ну что ж, друзья, вот такая вот у нас интересная получилась игра. Мне даже даже любопытно посмотреть, что там у нас по... Статам? Да, по статам. Вот насколько Na'Vi доминировали вообще там полностью или так? Или было проблеск надежды? Ну, да, был ли какой-то вообще проблеск надежды, как там себя Нага Сирена тоже показала. Ну, вот мы видим по самой игре 13-27. Ну, причем вот эти 27, они большая часть уже была добита в последние пару минут. Да, когда уже было просто полное изничтожение. Так-то да, так-то до поры до времени фраги более-менее держались на уровне. Вот он урон. И вот как раз 30 минут, 26 тысяч урона. А у нас тогда за час 28 что-то выдали, да-да-да. То есть вот он гирокоптер, вот он хвост. Отлично отыграл, отлично настрелял, далее Дэнди. Ну, и вот Нага Сирена попала у нас в топ, на третьем месте находится. И для сравнения нам показывают сейчас керри. Да, довольный хвост, у него много звездочек. Предлагали сделать 4, но он больше чем 4 выиграл. Ну и да, статы, конечно, говорят сами за себя. И ластхиты, и гпм, и хпм. И накелял вроде не намного больше, но не так часто умирал. А был бы метас. А был бы метас. Ну, хэштег. Хотя бы, да, гпм было побольше. Нормально, нормально. Ну да. Так, ну что, у нас, я так понимаю, на сцене уже люди должны быть готовы. И мы тогда будем передавать слово им. Там сейчас ФНГ, наверное, будет отвечать на вопросы. Ну что, поздравляю с первой победой на финалах Starluder. Как ощущения? Ну, все хорошо. Сыграли неплохо. Были минимальные ошибки, но в целом нормально. В начале что-то вы зашатались. Может, что-то пошло не так, или вы не были готовы к напору филиппинцев? Да нет, были готовы просто. Где-то чуть-чуть там не хватило, где-то там чуть-чуть надо было дольше левела подождать. Немножко неправильно ДК реализовали, поэтому так старт не очень удачный. У вас небольшой перерыв, после чего вы уже ближе к вечеру играете с Virtus'ами. Готовы к этой игре? Подготовили ли что-то? Следили за их играми, реплеями? Ну, Virtus'а, они как бы играли два дня назад три игры, а следующие игры у них за семнадцать дней. Но, проще говоря, они явно что-то готовили. Ну, я думаю, мы готовы тоже. Не самый, наверное, сильный соперник, не самый яростный, но играли против Secret'ов они хорошо. Вообще, нравится играть после патча нового? Первый раз за день задаем этот вопрос. Откровенно говоря, нет, потому что все надо в лейт упор идет. Нету никакой early-aggressive, но в целом в каждом патче есть своя изюминка. Ну что, большое спасибо, собирайтесь дальше. А мы разыграем фанбеты. Все, кто ставил на Na'Vi, готовьтесь. Сейчас, собственно, снова три футболки от Asus будут разыгрывать.